В Новосибирске есть мастера на все руки, которые с удовольствием отремонтируют форовую технику любых брендов. С этими умельцами из Красного проспекта 94 познакомились уже десятки горожан, которые в результате потеряли свои телефоны, ноутбуки, планшеты или просто деньги. В незамысловатой схеме федерального масштаба разбирался корреспондент программы Виктор Бобровников. Вот, собственно, сам телевизор, ремонт которого мне обошелся в 40 тысяч. Благодаря сервисному центру ВКС, который взялся его делать, мне это стоило два месяца нервных потрясений, и в результате это все еще продолжается. Сервисный центр для своего забарахлившего Филипса Владимир Воронцов выбирал недолго. Ввел ключевые слова в интернет-браузере и перешел по первой из предложенных ссылок. Я им позвонил, обратился к ним, они их сказали, привозите, и мы возьмем в ремонт. Спустя несколько дней, значит, они мне позвонили и сказали, что они могут мне починить за 21 тысячу 500. Я говорю, хорошо, делайте. Вечером мне не звонят, говорят, все, ваш телевизор отремонтирован, и курьер привезет. Курьер мне привез, девушка, я с ней рассчитался по карте, и она уехала. Положил детей, уложил спать, прошло минут 20-30, я подошел к телевизору и попытался их включить. Все, что было перед ремонтом, все так же и осталось. На следующий день Владимир Вячеславович отвез телевизор обратно в сервисный центр. Через 3-4 дня они мне снова звонят, снова они отремонтировали его, я приезжаю, он снова не работает. Потом через неделю они мне опять звонят, что отремонтировали, я приезжаю, опять он не работает. Я понял, что это просто мошенники, пришлось поехать просто и забрать этот телевизор, причем забрать силовым путем, потому что мне его не хотели даже отдавать. Уже в другой мастерской, куда наш герой привез свой Филипс, долго смеялись над результатом работы Кулибиных из вашего компьютерного сервиса. Мы выяснили, что сервисный центр ВКС, они пристроили мне вот такой вот механизм, охлаждение к плате припаяли на проводках вообще от ноутбука. Это как временная мера, то есть после такого ремонта телевизор нормально работать не будет, это точно 100%. Все это было демонтировано, приведено в соответствии с ТУ производителя. То есть как должно все работать. В итоге полноценный ремонт телевизора обошелся на 8 тысяч дешевле, чем фейковый. 13 500 против 21 500 рублей, которые ВКС отказался возвращать, оставив две претензии Владимира Воронцова без ответа. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, а Роспотребнадзор отправил жалобщика в суд. Однако перспектива взыскания уплаченных сервисному центру денег невысока. Уж очень хитро выстроена система заключения договоров с клиентом. Основной договор заключается с клиентом только при оплате оказанных услуг. После того, как подписал клиент договор, уже очень тяжело доказать, что сроки были нарушены, не выполнены какие-либо работы, так как он с ними уже согласился в момент оплаты. И соответственно клиенту очень тяжело уже обратно вернуть свои денежные средства. Тем не менее, Владимир Воронцову, можно сказать, повезло. Он хотя бы вернул свою технику назад, в отличие от других клиентов странного сервиса, таких как Андрей Харченко, доверившим ВКС реанимацию своего ноутбука. После ремонта за 14 000 курьер привез компьютер в нерабочем состоянии, и Андрей отправил его обратно, устранять неполадки. И с того момента, в принципе, я ноутбука больше не видел. То есть писал претензию письменную, на которую ответа не получил никакого. Приезжал сам в офис уже просто его вернуть. После этого мне уже дали ответ о том, что по договору якобы есть пункт, если ты не забираешь технику в течение какого-то времени, она отходит компании. Я потерял ноутбук стоимостью 35 000 рублей, потерял 14 000 отданных за ремонт, ну и кучу времени, нервов. Отправляемся в ВКС. Здесь все как обычно. Администратор у стойки, делающий вид, что не в курсе происходящего. В Дубльгисе написано, что это рем-лаб. Нет, это раньше был рем-лаб. Сейчас здесь что? Сейчас в ВКС сервис. Здесь вот свидетельство московское. Ну здесь находится фериал какой-то. Если фериал, то можно ли документ? Ну а я вам не могу никакие документы предоставить. Я же не руководитель компании. Ну они должны, по идее, в уголке потребителей висеть. Ну руководитель приедет, будет вопрос. Он сейчас приедет? Да. Хорошо, мы ждем. Но руководитель филиала, имя которого, как и многое здесь, тайно, так и не приехал. Связываться с редакцией по контактам, указанным в визитке, тоже не посчитал нужным. С уголка потребителя я взял книгу отзывов и предложений. Она относительно новая. Здесь всего 11 отзывов, и все как один отрицательные. Люди возмущаются, пишут жалобы. Ни одного положительного отзыва нет. Средний балл ВКС на сайте отзывов Flamp 1.1 из 5. Обманутые клиенты сетуют на то, что из них выкачивали деньги, придумывая неполадки, которых в действительности не было. К сожалению, среди пользователей цифровой техники продвинутых единицы, чем и пользуются ушлые организации. Например, частой причиной того, что ноутбук не запускается, является просто банальное окисление оперативной памяти. Это просто решается либо эластиком, либо специальными абразивными карандашами. А недобросовестные сервис-центры начинают рассказывать клиентам о том, что им нужно поменять Северный мост, Южный мост, процессор полетел, материнская оплата. И берут за это, собственно, деньги. Впоследствии вскрываем и видим, что там вообще ничего не делось. Их зачастую даже какие-то пломбы вообще целые. ООО «Ваш компьютерный сервис» зарегистрировано в Москве. И несмотря на уставный капитал в скромные 10 тысяч рублей, по сути это федеральная сеть, филиалы которой есть в большинстве крупных городов. В соцсетях обманутые ВКС-клиенты объединяются в сообщество. Крупнейшее из них насчитывает 1600 человек. Оказалось, что данная организация имеет 115 сайтов в разных городах России. Они принимают любое название техники для ремонта. Они обманывают всех до одного клиентов, который к ним поступает, и поступают с ними так же, как в данный момент поступили со мной. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...